Ой, что-то я как-то сегодня, по-моему, немного заспался. Я, по-моему, должен был вставать ещё пораньше, что ли. Ой, и правда, время-то уже сколько? Мы же вчера ещё с другом договорились, что я ему утром наберу по связи, и мы вместе пойдём играть уже в компьютер, наконец-таки. Так, 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 это активирую. Сейчас, если он тут не ответит, то мне придётся, получается, по телефону ему звонить, что ли. Блин, да кто там ещё? И этого ещё не хватало, на самом деле. Так, что ж такой-то друг не отвечает? Так, иду я, иду, 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 всё, сейчас я. А это чё такое ещё? А чё у нас в деревне делает военный автомобиль Хаммер? Так, неужто сегодня нам в деревню действительно военные какие-то подоспели? Ой, и правда, а почему они именно к моему дому подошли, интересно? Вот это вопрос действительно важный. Вон, прям сюда смотрит, ладно уж, так и быть, чё, у меня прятать нечего, у меня тут как бы ничего нет. У меня тут, конечно, есть один сундучок, но ладно. Так, здравствуйте, чем, так скажем, обязан? Здравствуйте, так, получается то, что это вы тут, Шадимен, да? Ну, правильно всё, я тут совсем недавно как бы обосновался, а по какому вопросу и что случилось? Нам сказали то, что местные жители вам очень доверяют, а у нас появилась информация потому, что один из них где-то из своих домов прячет целый танк. В общем, мы хотели к тебе обратиться для того, чтобы ты обыскал каждый дом, нашёл каждую лазеечку, достал каждое оружие, но и в конечном итоге показал, вдруг что-то у этих жителей хранится даже и нелегальное. Так, ээээ, да, 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 ну, я так понимаю, у меня вариантов нет, я же отказаться не могу. Нет, не можете, конечно. Ну и тем более выполните задачу, получите настоящий почёт и настоящую награду. А, ну, тогда договорились. Хорошо, я тогда за инструментами. Да-да-да, мы всё это время здесь будем. Как танк найдёшь, так сразу сюда к нам дуй. Понял. Ха-ро-шо. А, приём-приём, друзья, на связи Шэдди Мэн, и как бы вы сами слышали, что мне сегодня придётся делать. Да, иногда что-то где-то идёт не по плану. Ну что ж, оказывается, какой-то из этих деревенских жителей под своим домом, потому что я не знаю, где ещё можно прятать этот танк, но он его где-то спрятал. Ладно, что ж, придётся мне сегодня побыть, так скажем, в роли... Так, хотя зачем мне мотыга, я вот кирку возьму, если что-то ломать придётся, в роли детектива. Так, всё хорошо, я выдвигаюсь без проблем. Так, ну, во-первых, я начну с дома своего соседа. Он мне всегда не нравился с первого дня, как только я появился в этой деревне жителей. Он постоянно тут закрывал окна, что шторы вешал, вернее, то ещё что-то. Я не знаю, где что он может прятать. Я буду просто каждый кубический сантиметр, каждый кубический кубик я буду осматривать, прокликивать, чтобы понимать, где что может вообще... Так, что может где находиться. Я слышал, я только что как будто бы... А, нет, это соседи шумят, это вон там возле дома что-то происходит. Так, верстак. Окей, нет, верстак как... верстак же невозможно что-либо спрятать, я не знаю только. Так, это мне что, получается, все сидушки, что ли, взламывать? Ну, я выброчно сейчас сломаю, допустим, вот эту сидушку, если под ней... Ага, под ней ничего не оказалось. И, например, вот угловой. Угловой блок сломаю, потому что, мне кажется, угловой блок, он самый-самый такой непримечательный. И, мне кажется, именно туда могли бы что-то, ай-яй-яй, прятать, но, видимо, только не в этот раз. Так, хорошо, ладно, видимо, это находится не здесь. Может, все-таки под верстаком что-то где-то прячется, я не знаю. Я предполагаю то, что, возможно, что-то... Да нет, тут просто от того, что очень долго стоит верстак, тут просто-напросто образовался уже вот такой вот камень, и тут... А нет, а нет, это... это камень, в котором прятался сырный меч. Так, ой. Тихо-тихо-тихо, дружище, я тут у тебя, это, просто... А, он уже ушел, ушел. Фух, я уж не знал, что придумать, это, видимо, не он был. Если бы он меня спалил, я бы не знаю, как я отвертелся. Хотя тут военные, они мне дали, если что, разрешение. Э-э-э, куда-куда-куда он там в мой дом пошел? Хотя у меня там ничего нет все равно. Короче, сырный меч, но это явно не танк. Так что я думаю то, что нужно идти искать дальше. Так, окей, хорошо. Посмотрим тогда следующий дом, например, вот этот. Так, что у нас тут приметного есть? Есть, получается, у тебя тут житель факелы, да? Так, сейчас мы посмотрим. Ты от нас ничего не утаишь, я военных обманывать не буду. Если что, у тебя что-то запретное хранится, они просто тебя найдут и потом скрутят. Ни в коем случае я прикрывать, покрывать тебя не буду. Так, вода как вода, ступенька как ступенька, ну и, в принципе-то, ничего интересного здесь нет. Единственное, что мне кажется странным, это то, что... Я не помню, чтобы в деревнях жителей в Майнкрафте когда-то где-то стояли вот такие ступеньки. Обычно в таких домах здесь просто вот огородик такой незасаженный. Так, а что если... Так, я знаю одно место. Я знаю, знаю такую одну штукенцию прикольную. Сейчас мне нужно все-таки сбегать за мотыгой. Короче, я проверю свою теорию. Если там действительно так оно и есть, то этот житель, он просто гениален. У него надо просто-напросто поучиться. Мне кажется, если это сейчас сработает, то я просто в шоке сейчас буду пребывать. Ну-ка, так-так-так. Да-да-да-да-да-да, вы серьезно? Я глазам своим не верю. Офигеть-то! Пулемет со ста патронами, ничего себе! Нет, ну это можно понять, то что жителям постоянно приходится обороняться против толп зомби. Так, я сейчас вот так вот затопчу. Вот. Вы, кстати, тоже берите на заметку этого жителя, то что если вы хотите от своего друга что-то где-то спрятать, вы можете вот так вот хитрым образом поставить водичку, поставить огород, а потом просто-напросто вот так вскапывать, что-то класть, потом вот так подпрыгивать и все, вы скроете все, что только можно. Так что у этого жителя и я должен на самом деле поучиться. Он по поводу пряток, он настоящий самый профессионал, мне кажется. Так, хорошо, так, два дома уже есть. Пока что все идет по плану. Я продолжаю все внимательно искать. Сейчас я тоже вот здесь вот пододвину вот эти сидушки и также угловую сидушку, как я это делал в предыдущем здании. Это своеобразная тактика. Так, ну и в принципе-то так. Так, а что если у него... Нет, это было бы слишком легко, это было бы слишком-слишком, так скажем, очевидно, если бы он так прятал вот сосед этого соседа, так скажем. Так, единственное, что мне тут не нравится у тебя, знаешь что? Это то, что у тебя здесь почему-то вместо булыжника повсюду камень. Вот как ты это можешь объяснить? Так, хорошо, он по-моему пока... А нет, вот оно что! Я же говорю то, что камня здесь не должно быть. Так, нашел еще. Хорошо, но это тоже не танк, это тоже разрешено. Мне кажется, так что я двигаюсь дальше. Так, эти три дома я проверил. Теперь я должен зайти вот сюда. Так, что у нас здесь интересного? Здесь у нас... А, здесь все максимально просто. Здесь все максимально просто. Кстати, это даже не оружие, это просто аптечка. Но ладно, военным это тоже показать надо. Но вот эти ступеньки мне все-таки спокоя не дают, потому что уж явно они как-то тут подозрительно стоят. То, что они какие-то... Нет, под ними даже ничего не кликается, ничего спрятать тоже не получится. Но они правда очень-очень подозрительно здесь стояли. То, что я не мог это не проверить. Так, колодец. Колодец в деревнях жителей мне всегда вызывал очень-очень большие вопросы. Во-первых, мне всегда было страшно туда спускаться. Во-вторых, я видел то, что ночью постоянно возле колодца терлись как раз-таки жители. И, по-моему, я там что-то снизу вижу. Я, наверное, все-таки попробую сейчас слезть вниз. Я заранее сломаю вот этот блок. И все, я поплыл. Я поплыл, поплыл, поплыл. Да, вот они, здесь же таблички стоят. Вот разве... Ага, попались! Попались! Три мины противопехотные здесь лежали. Нифига себе, что они тут устроили только. Так, сейчас я теперь... Мне нужно отсюда вылезти, но это без проблем. Я вот так вот все это дело сделаю. И это было легко. Просто колодец, он стоит прямо посередине деревни жителей. Вы серьезны? Чтобы я туда не заглянул? Не-не-не-не-не-не. Такого точно не будет. Так, о! А здесь вообще на видном месте лежит пустой сундук. Так, а под сундуком ничего нет. Так, сейчас проверим. Камней тут нет никаких. Так, сундуков под крышей тоже под ступеньками нет. Зато тут есть какой-то обсидиан. Так, я не понял. Тут что, получается, житель делал портал в ад, что ли? Я... Зачем он это тут навертел-то, накрутил вообще? Что-то непонятно. Он тут хотел сделать, по-моему, но это на портал не очень похоже. Стоп, это сундук? Это сундук! Это сундук между обсидианами спрятан. Серьезно? Это кем надо быть, чтобы не заметить его? Капец, а я ведь едва-едва его не пропустил. Вот я, конечно... Капец. Как я так мог только? Так, окей, едем дальше. Едем с вами дальше. Так, такой дом мы уже проверяли. В полках тут тоже ничего нет. Сдвигаю сразу же верстак, потому что мы знаем то, что под верстаком часто бывает... Ага, только не в этом случае. Так, а вот здесь, судя по всему, мне придется все сидушки разбирать. Потому что если он не спрятал сюда, то куда он еще мог спрятать, я даже боюсь представить. Тут же нет никаких вот камней вот таких пещерных. Нет, здесь такого нет. Значит, что-то где-то по-любому либо здесь лежит, либо этот дом действительно просто пустой. Этот житель добросовестный, хотел я сказать, но нет. Здесь у нас четыре гранаты лежит. Ё-моё, слушай, что это за такие жители, вообще я понять только не могу. Но опять же, опять же, ладно, ладно, ладно. Я понимаю то, что у них постоянно на них зомби нападают каждую ночь и тому подобное. Так что их понять действительно можно. Так, вот эти одиночные здания у меня всегда-всегда-всегда с давних лет вызывали большие вопросы. Во-первых, в большинство из этих зданий у них нет дверей, а во-вторых, они очень маленькие. Вот, и, кстати, может быть тогда здесь что-то за грядками спрятано, раз уж такое маленькое здание тут стоит, но, по-моему, нет. Так, я еще одну улицу пропустил, и это единственная надежда. Либо у военных действительно какая-то липовая информация по поводу танка оказалась, либо же я просто не заметил что-то очень-очень спрятанное. Так, чего вы там шепчете, я не понял. Меня что ли обсуждаете, то, что я тут обыскиваю? Я это могу делать, мне военные сказали то, что я должен это делать, между прочим. Для нашей же с вами безопасности жители. Так что поймите меня, пожалуйста, правильно. Так, я пока что все одиночные дома прошел. Тут, честное слово, вот можно все-все-все окрикивать, но тут хоть убейся, но ничего нет. Здесь просто-напросто ничего нет. Вот трава растет, они максимально, эти дома заброшенные, и здесь что-либо ожидать я даже не знаю, что вообще можно. Там еще, кстати, они стоят. Так, здесь что? О, так, здесь кровать. Так, сразу проверяю, под кроватью ничего нет, это было бы сразу понятно. Вот почему здесь вот такой древесный блок стоит посередине. Нет, это максимально странно все, все выглядит. Так, 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 а кто это у нас здесь попался такой? Кто это у нас здесь такой попался? Нет информации, оказывается, у военных-то далеко-далеко не липовая. И действительно, один из жителей даже толком не успел обустроить этот гараж, но больше у меня вопросы появляются к тому, как он успел просто-напросто сюда засунуть целый огроменный военный танк. Как это? Как? Как? Просто как он это сделал? Ёб моё. Так, стоп, а это что еще такое? Это не все? Это вы хотите сказать не все? Да тут еще и тайный сундук находится с кучей-кучей оружия всякого. Нифига себе! Какой он хитрый! Вот у этого жителей действительно, мне кажется, паучиться стоит, потому что, ну что это такое? Как? Как он это все время утаил? Огромный танк и откуда военные вообще потом об этом узнали? Так, все. Я скорее сейчас прямо бегу к военным, скорее им докладывать. Но вам, друзья, большое спасибо за просмотр, большое спасибо, что мне помогали. Я надеюсь, что после этого видеоролика вы взяли очень-очень много интересных вещей на заметку, потому что жители меня действительно сегодня очень-очень удивили. Ну что ж, с вами был, конечно же, Шедимен. Увидимся в следующей серии. Так, военные меня уже ждут. Все, так что давайте мы с вами не задерживаемся. Все, увидимся. Пока.